Всем привет, ребята, и с вами Бриз, и видос у нас сегодня скорее больше новостной, чем по какой-то теме. Если вы подписаны на мои соцсети, а если не подписаны, то подпишитесь, потому что вы пропускаете новости. Так вот, кто подписан на мой инст и на мой вк, знают, что мой компьютер был в ремонте. И поэтому видео, в общем-то, не было во вторник, тогда, когда я их обычно и выкладываю. Вместо этого видео вышло сегодня, по идее, это воскресенье, но это еще не точно, если он выйдет в другой день, извините, пожалуйста. Так вот, компьютер был в ремонте как раз-таки по причине того, что мои стримы довольно часто вылетают и ломаются, и бывает лагает, и мне лично неудобно, я думаю, вам тоже. Ну, а еще мой компьютер просто не выдерживал все мои тяжелые программы для рисования. Вот какой-нибудь сай, конечно, в нем точно бы и пошел. По поводу программы рисования, я думаю, вы заметили, что сегодня у нас не спидпейнт, а таймлапс. А дело в том, что я умудрилась обновить Клип Студио. Это очень удобно оказалось. В общем-то, я переживала, что мне не получится его обновить, и поэтому долго не трогала его, переживала, что все слетит. Но по итогу, вот, я его обновила, и если вы не знаете, что такое таймлапс, то, ну, в общем-то, это то, что у вас на экране, но если нужно более подробно сказать, то сама Клип Студио записывает буквально за меня все, что я делаю на холсте от самого начала и до самого конца. Я знаю, что некоторые люди не любят новые форматы, и есть те, кто привык просто к старым видео, им так более комфортно, но, во-первых, дайте шанс, во-вторых, это очень удобно по причине того, что, если вы не заметили, я не записываю спидпейнты с самого начала. Обычно попадают только лайн, ну, либо чистка скетча и покрас. Почему? Потому что чаще всего я рисую заказы, и пока я их согласую с заказчиком, пока то, пока сё, проходит несколько дней, и все эти записи очень удобно хранить. И на самом деле, все это записывать тоже неудобно. Я делаю скетчи долго, медленно, прерываясь на все подряд, нужно выключить программу назад, включить потом, и, главное, все это не забыть, оно уже автоматически не работает. А здесь все записывается автоматически. Я этот скетч делала, ну, наверное, до дня 4, просто из-за того, что я его делала по чуть-чуть, хотела проверить, как работает, в общем-то, программа, которая записывает. И, как видите, он записал абсолютно все, и начало, и то, что я там редактировала, и то, как я все это фиксила, и как я красила, абсолютно все. Я считаю, что это чуть более интересно, чем смотреть на буквально практически одно и то же, и в конце концов, видно мои ошибки, видно, как я их исправляю, ну, и прочее в таком духе. Единственный минус, что формат видео зависит от формата картинки, из-за этого я не смогу делать каждый раз новую рамочку, и будет стоять всегда одна и та же, то есть я не буду перерисовывать рамочки под новые форматы. Я могу сказать только то, что я не отказываюсь полностью от спидпейнтов, я буду пытаться их иногда записывать, но, я думаю, по большей части теперь у меня будут такие видео на фоне, потому что, ну, да, ура, во-первых, мой компьютер, наконец-то, тянет это, и я могу их записывать, могу себе позволить. Ну, во-вторых, это просто удобнее, как я уже сказала. Так вот, по поводу компьютера, я уже сказала, что теперь стримы должны работать, но это все еще не точно, я это не тестировала, будем тестировать вместе на стриме, так что приходите на мой стрим в среду, и, может быть, благодаря тому, что я починила свой компьютер, я смогла бы стримить чаще, и я была бы рада, если бы вы приходили ко мне и поддерживали меня, потому что сейчас стримы, это буквально все, что у меня есть, ролики не приносят столько, сколько раньше, и мне нужно пытаться работать еще больше, и я готова попробовать взять себе еще какой-нибудь день, но это только если мы договоримся, так что приходите обязательно в среду, ну, либо во вторник, если что, в общем-то, просто ставьте уведомления, и вы увидите, когда у меня будет стрим. Частично мы поговорили о моем компьютере, теперь давайте поговорим о тяжести программы. Как я уже сказала, мой Clip Studio, он очень много весит, то есть, нет, даже не то, что он много весит, он много ест памяти, да, и если закачивает туда материалы, то, естественно, он будет много весить, и мой компьютер с этим не справлялся, то есть, очевидно, что это не для слабых компьютеров программа, и эти дни, когда мне нечем было заняться, я была без компьютера практически неделю, может, чуть меньше, но почти неделя там была, естественно, я не могла рисовать, и у меня был старенький ноутбук, этот старенький ноутбук, в общем-то, даже браузер еле открывает, но мне настолько нечем было заняться, что я решила попробовать порисовать на нем, и я установила на него драйвера, и я скачала туда SAI. Естественно, SAI это самая простая и самая менее затратная программа, которую вы только можете скачать, поэтому я скачала именно ее, и оно, конечно же, лагало, и не то, чтобы очень хорошо работало, но я умудрилась там немножко порисовать, я сделала два с половиной скетча, и все это в один вечер, нет, вру, я это сделала в два вечера, в любом случае, я хочу показать вам их, потому что я периодически вижу комментарии, что, типа, вот, ты там кисточки какие-то накачала, типа, такой крутой художник, на самом деле ты вообще ничего не умеешь, то есть, ну, знаете, естественно, хейтеры, они везде есть, но я хочу сказать, что, в общем-то, мой скилл, он не зависит от программы, и если второй скетч я сделала очень быстро и не особо старалась, первый я делала довольно долго, потому что пыталась вспомнить, как, в общем-то, работать в SAI и как там раскрашивать, и могу сказать так, если ваш компьютер мощный и позволяет работать в других программах, не сидите в SAI, это был буквально, наверное, худший мой экспириенс за последние полгода, я знаю, что там очень много рисуют художников, но дело в том, что большинство вещей, которые можно сократить в один клик, как, например, в Clip Studio, то есть, ты сохраняешь свои действия, и потом их можешь сделать в один клик, здесь так нельзя делать, и очевидно, что я могу покрасить самостоятельно лайн, мне не нужно для этого ничего, я знаю, как это делается, но, согласитесь, намного проще нажать одну единственную кнопку, и программа за тебя самостоятельно покрасит лайн, а результат будет тот же, но времени ты потратишь на это намного больше, и я не говорю, что вам нужно всех пересходить в Clip Studio или там в другое, я просто говорю, что если вы действительно много рисуете, и для вас рисование это уже практически работа, либо вы хотите, чтобы это стало для вас работой, я думаю, вам стоит задуматься о том, чтобы перейти сай на что-нибудь другое, что поможет вам работать намного быстрее. Ну и на самом деле, это буквально весь ролик, очевидно, у меня не было времени подготовиться полноценно, потому что у меня не было компьютера, но ничего страшного, в любом случае, скоро выйдет новый ролик, и я возобновлю их делать, как обычно, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ВК и инствиттер, всех люблю, всех целую, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok